Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире вечерние новости в студии Диас Махамбетов. И вначале коротко о главном к этому часу. Огнеопасный сезон в Казахстане начался с крупных природных пожаров. В отдельных регионах горят сухостои и полыхают леса. О масштабах экологического бедствия расскажем в этом выпуске. Коллективный иммунитет. В Алматы на вакцинацию записываются целые предприятия. Где и как ставят прививки от коронавируса работникам крупных заводов. Главное условие для проведения вакцинации на предприятие – наличие медпункта. В Алматы возобновляют работу кинотеатры, но не все. Какое требование выдвинули владельцам? Было выявлено порядка пяти жителей города Алматы с красным статусом. Строительный парадокс. Почему столичные дольщики, ждавшие годами, теперь не торопятся получать ключи от квартир? Даже не знаю, какое описание. Наверное, в ужасном состоянии находится. Заокеанский воеж в Аргентину завершился для женской сборной Казахстана по теннису исторической победой. Как нашим спортсменкам удалось одолеть опытных соперниц? Вся эта атмосфера, конечно, это что-то такое незабываемое, необычное. Пожар в Сосновом Бару в Сербактинском районе Павлодарской области все еще не ликвидирован. Огнем охвачено около 1200 гектаров. Возгорание произошло днем в воскресенье на территории шалдайского филиала резервата Ерте-Сурмана. По словам специалистов, горят сухая трава и сосны. Всего в тушении огня задействованы 29 человек и 39 единиц техники. В том числе авиаборт Ми-2 лесной охраны. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Пожароопасный период в регионе начался 12 апреля. Помимо этого было привлечено с районного центра Шербактинского районная пожарная часть три сельского округа, прилегающие к лесному фонду, а также сводный отряд департамента ПЧС в Володарской области, который в рамках пожароопасного периода заранее был подготовлен на количество семи единиц. Тем временем пожар, бушевавший в Алматинской области несколько дней, наконец-то удалось ликвидировать. Об этом сообщили в областном департаменте ПЧС. Огнеборцы более трех дней тушили пламя, однако стихия не поддавалась. Основной удар пришелся на крестьянские хозяйства и базы отдыха. Эксперты уже назвали произошедшее экологической катастрофой. Местные не исключают версию поджога. Денис Зимцов продолжит тему. Сразбушевавшись они на шутку стихией, сотрудники противопожарных служб при помощи спецтехники боролись несколько дней. Но ни подъехать, ни подойти, ни подплыть к основным очагам им не удалось из-за густой растительности. Огнеборцы часами кружили над тлеющими полями, выявляя новые очаги. В тушении и загорании в Балхарском районе было задействовано 139 человек и 20 единиц техники ДЧС Алматинской области, лесных хозяйств, КАЗА, лесоохраны, местных исполнительных органов или Балхарского государственного природного резервата и добровольных пожарных формирований. С совместными усилиями не было допущено распространение огня на крестьянские хозяйства Жиделинского и Охольского сельских округов. Выжженные гектары земли – это всё, что огонь оставил после себя. Основной удар пришёлся на крестьянские хозяйства. Сгорело несколько охотничьих домиков, транспорт и домашний скот. Четыре дня назад тут было очень страшно. Огонь уже почти подбирался к моей земле. Я сразу же позвал на помощь. Спасатели мне помогли. Большое им спасибо. Повезло далеко не всем. На этих кадрах видно, что два дома и несколько лодок сгорели дотла, превратившись в пепел. К счастью, обошлось без жертв. До ближайших населённых пунктов огонь не добрался. Местные говорят, что причиной возгорания мог стать умышленный поджог. Тем более, это не первый подобный случай в этих краях. Я сама не видела, но слышала, мол, пожар идёт. Но ещё далеко. Опять, наверное, жгут что-то. Это опять, наверное, кто-то траву жжёт. А потом такие последствия. Сумму ущерба и общую площадь сгоревших дотла земель устанавливает специальная комиссия. Денис Зимцов, Арсен Санебаев, Омир Ануарбек, телеканал Алмата. Впрочем, огонь бушует не только в степи и в лесах. Минувшим вечером крупный пожар тушили на левом берегу Нур-Султана. На территории около двух гектаров загорелась сухая трава. На место ЧП были стянуты 30 пожарных и 10 единиц спецтехники департамента ПУЧС и Акимата. Разбушевавшееся пламя удалось локализовать лишь ближе к 10 часам вечера, не дав огню распространиться. Спустя почти час пожар был полностью ликвидирован. Причина ЧП сейчас выясняется. Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром. Но несмотря на это, столичные огнеборцы оперативными слаженными действиями потушили пожар. Пожар был ликвидирован 23 часа 7 минут. Жертв и пострадавших нет. Борются в эти дни с последствиями возгорания сухостоя и в Алматы. На днях пожарные сумели отстоять кладбище, на которое чуть было не перекинулось пламя из-за горения сухой травы и кустарников. И такие ЧП на территории мегаполиса возникают нередко. Только за сутки сотрудники службы пожаротушения совершают по несколько десятков выездов. В департаменте ПОЧС и Акимате города регулярно проводят профилактическую работу, призывая людей не разводить костры в горной местности и на равнинах. Во избежание таких пожаров, как загорание сухой растительности и мусора, жителям необходимо соблюдать ряд правил пожарной безопасности, такие как разводить костры, сжигать мусор в не специально отведенных местах, не бросать непотушенные окурки сигарет. Еще раз напоминаем, по всей стране действует карантин, поэтому убедительно просим вас соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и ограничить посещение мест массового скопления людей. А мы продолжаем выпуск. На 1972 году ушла из жизни заслуженная артистка Казахстана Газиза Абдинабиева. Актриса, покорившая миллионы зрительских сердец, не смогла побороть коронавирус. Помимо первых отечественных сериалов «Перекресток» и «Саранча», которые принесли актрисе огромную славу, Газиза Абдинабиева за полвека работы на сцене сыграла множество прекрасных ролей. Коллеги по творческому цеху до сих пор не могут смириться с невосполнимой утратой. Добрый взгляд, благородство, природный талант и обворожительная улыбка. Все это легко совмещалось в Газизе Абдинабиевой. Больше 50 лет она трудилась на сцене, играла в кино. Однажды в багажнике молитвы Лейлы, «Саранча», «Соли», «Хлеб», «Последняя лисичка». Это далеко не весь список ролей, по которым многие помнят Газизу Макешкоза. Популярность ей принесли именно экранные роли. Долгое время актрису так и звали именами ее самых известных героинь. «Тети Розы» из сериала «Перекресток» и «Марго» из «Саранчи». Она очень веселая, шумная, кокетничать любит. Кокетничать? Актриса появилась на свет 3 декабря 1948 года в селе Тартугай Кызлардинской области. Мало кому известно, но сразу после школы Газиза Абдинабиева хотела стать певицей. Приехав в Алматы, она решила поступать в Казахскую консерваторию имени Курмангазе. Но узнав, что есть и актерское отделение, в последний момент поменяла решение. Карьеру актрисы Газиза начала в тюзе имени Мусрепова, в котором проработала больше 25 лет. В 45 лет она завершает героический вираж в своем творческом пути и переходит в новый коллектив – в труппу театра имени Ауэзова. Искусству мельпомены известная актриса посвятила больше полувека. Чтобы твой язык паскудный... Кто уже лезет? Скорпион. Чтобы твой паскудный язык... Скорпион уже лезет. В фильмографии Газизы Абдинабиевой больше 20 кинолент. Часто она играла главные роли, хотя блистала и во второстепенных. К каждой своей работе она подходила с большой ответственностью. Поэтому ее героини всегда вызывают доверие и зрительскую симпатию. Невосполнимая утрата Газиза Апай была для нас учителем, сестрой, матерью. Она всегда ходила веселой, лучезарной. Освещала нас своей добротой, заботой. Помимо актерской деятельности, Газиза Абдинабиева преподавала и охотно делилась опытом с будущими актерами. Несмотря на то, что в период пандемии театры были закрыты, актриса усердно трудилась над новыми проектами. Она заучивала произведения Мухтара Уэзова «Путь Абая». Говорила, что хочет таким образом приобщить к творчеству великого писателя незрячих людей. Она усердно работала и хотела своим голосом донести всю ценность этого литературного наследия. Газиза Апай была силой театра, его светом. За добросовестный труд и большой вклад в отечественное искусство Газиза Абдинабиева удостоилась самых высоких правительственных наград. В ее копилке ордена «Курмет» и «Парасат». Она лауреат многих театральных фестивалей международного уровня. Заслуженная артистка Казахской ССР, член Союза кинематографистов. Светлый образ Газизы Абдинабиевой еще долго будут помнить ее современники. И не только. Ведь актриса была наставником для многих молодых артистов. Жизнь хоть и коротка, но искусство вечно. Сегодня же стало известно, что умер один из разработчиков военной доктрины Казахстана Ким Серегбаев. Заслуженному деятелю было 88 лет. Доктор военных наук скончался от коронавирусной инфекции, сообщили в общественном фонде Совета ветеранов. Ученый был ведущим бауженоведом. Он отдал службе в вооруженных силах 35 лет своей жизни. Последние 13 лет возглавлял Медеусский районный совет ветеранов. Одной из главных задач на этом посту он считал постоянную заботу о ветеранах Второй мировой войны и тружениках тыла. С виду военный такой, а военные же они требовательные такие, а душа у него такая гражданская, как мы все. Очень любил петь, только он с виду военный, особенно когда наденет свой этот мундир. А так он земной, доступный, гражданский. Почти 135 тысяч достигло числа вакцинированных алматинцев с начала кампании по иммунизации населения. Сегодня прививки препаратам «Спутник ВИП» поставили и работникам завода тяжелого машиностроения. Для этого прямо на производстве был организован медпункт Айдана Нураш с подробностями. Слесаресварщики, механики, токари и не только этим утром получили первую дозу вакцины от ковида «Спутник ВИП». Среди добровольцев электромонтер Александр Маенцев. Он говорит, что пришел сюда, чтобы защитить от вируса не только самого себя, но также родных и близких. Я пришел, конечно, добровольно, чтобы можно было спокойно передвигаться не только по Казахстану, но и куда-то съездить к детям в Германию, допустим, у меня там дети, внуки и доча там. Прививочный пункт для удобства работников организовали прямо на предприятии. Всего в нем трудятся свыше 500 человек. Несмотря на пандемию, завод тяжелого машиностроения не приостанавливал деятельность. И чтобы работа продолжалась, сотрудники приняли единогласное решение вакцинироваться от коронавируса. «Я вижу единственный путь – это вакцинировать себя и выработать целый коллективный иммунитет. В этой связи я благодарен тому, что у нас откликнулись провести на заводе. Приехала выездная бригада и провели вакцинацию. Из 570 человек, грубо говоря, 600 человек, мы считаем, что половина у нас со семьей пройдут вакцинацию. До начала вакцинации в стенах предприятия оборудовали пункт, подготовили маски, антисептики и другие необходимые медицинские изделия. Главное условие для проведения вакцинации на предприятии – наличие медпункта. Просторные помещения должны полностью соответствовать санитарным нормам. Медицинский препарат сюда, по правилам, привозят врачи. Необходимое количество доз доставляют в специальном переносном холодильнике с минусовой температурой. Перед прививкой медсестра осматривает каждого пациента на наличие аллергии и хронических заболеваний. После инъекции предупреждают, что переутомляться в течение нескольких дней нельзя. Единственное, они не делают тяжелую работу. Мы их предупреждаем, что первые три дня нельзя переутруждать организм, нельзя его переохлаждать организм и нельзя в течение трех дней принимать спиртное. Всего в Алматы провакцинировались коллективы уже 72 крупных предприятий. А с начала массовой иммунизации прививку получили почти 135 тысяч горожан. Вакцину от коронавируса не следует совмещать с другими прививками, в том числе с препаратом против клещевого энцефалита. Об этом сообщила казахстанский иммунолог Эльмира Бетанова. Специалист утверждает, что после получения второго компонента спутника Ви должен пройти месяц. Затем можно продолжать плановую календарную вакцинацию. Я думаю, что по прошествии какого-то времени, когда уже история наблюдений будет подольше, я думаю, что ее начнут комбинировать с другими вакцинами, чтобы человеку было удобно, чтобы в одно посещение лечебного учреждения человек мог провакцинироваться несколькими вакцинами. А пока такой рекомендации нет. Рассказал иммунолог и о том, что после вакцинации уровень антител в организме повышается. При этом, как долго они будут сохраняться у привитых пациентов, неизвестно. Через шесть месяцев количество антител начнет снижаться. А сам иммунитет может продержаться полтора-два года. Между тем, сами алматинцы все активнее принимают участие в масштабной иммунизации. Люди приходят на вакцинацию целыми семьями. При этом, если одни предпочитают заранее записываться на прием, то другие ставят прививку во время походов второго развлекательной центра и поликлиники, где сейчас развернуты специальные пункты. Наши корреспонденты сегодня побывали на одной из таких точек и провели опрос среди гаража. Многие из них считают, что вакцинацию в делом важным и нужным в условиях пандемии. Всегда доверяла вакцинам. Я знаю, что это очень нужная вещь, которая спасает от многих болезней. И у меня никогда не было с этим проблем и предрассудков. Все равно я считаю, что вакцины придумали не зря. Если бы мы жили без вакцин, то чума бы выкосила уже давно всю Европу. В основном, почему-то, спутник более распространенный сейчас, поэтому я решила получить ее. Спасибо. Сейчас в мегаполисе функционирует 203 прививочных пункта. Они работают с 8 утра до 8 вечера. Любой желающий может получить вакцину в удобное время. Записываться заранее на прием не обязательно. Это на самом деле очень хорошее дело. Так я смогу уберечься от такой страшной болезни, как коронавирус. И, возможно, она до меня даже не доберется. Всю зиму говорила, что я не буду делать вакцину, я не буду делать. Но почему-то именно эта волна сейчас, которая идет, я говорю еще раз, у меня в окружении очень много сейчас заболевших, меня просто испугало, и я считаю, что нужно сделать вакцину. С момента запуска приложения «Ашик» 98 человек с красным статусом не были запущены на объекты МСВ. В противном случае они могли заразить сотни алматинцев. И это лишь первый результат проекта. К слову, сегодня свыше 300 короки баров, поулинг-центров и компьютерных клубов успешно функционируют благодаря инновационному приложению. А на прошлых выходных к этому списку присоединились и кинотеатры. О том, как пройти процедуру проверки и без всякого опасения для здоровья, попасть на киносеанс узнавала Дина Женобекова. Деятельность кинотеатра в Казахстане была запрещена практически на протяжении всего периода карантина. Ухудшение эпидемиологической ситуации не позволяло полноценно функционировать. Однако с внедрением системы «Ашик» двери кинозалов вновь распахнули свои двери. Приложение «Ашик» позволяет нам работать благодаря тому, что там есть 4 статуса у каждого гражданина. Получается, зеленый статус проходит беспрепятственно, синий тоже беспрепятственно проходит. Есть еще желтый и красный статус, которым посещение общественных мест запрещено. Лишившиеся заработка на период простой сотрудники кинотеатров рады вернуться к долгожданной работе. И хотя аншлагов пока нет, лед, как говорится, тронулся. Я проработал в этом кинотеатре буквально пару месяцев, а затем его снова закрыли на карантин. Я уже искал новое место работы, но, к счастью, его снова открыли. Между тем, система «Ашик» продолжает демонстрировать свою эффективность. Благодаря четкому алгоритму риск подхватить коварный вирус практически сводится к нулю. Было выявлено порядка пяти жителей города Алматы с красным статусом, которые не соблюдали домашний карантин. И решили прийти и посмотреть фильм, но персонал их не допустил, так как при сканировании был установлен красный статус. На сегодня в Алматы уже запущено пять крупнейших кинотеатров. Количество заполняемости зала в них не должно превышать 20%. В случае перехода мегаполиса в желтую зону эта цифра будет увеличена на 10%. В Казахстане за сутки зарегистрировали больше 2700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольший прирост отмечается в Алматы. В мегаполисе за прошедшие 24 часа диагностировано 665 заражений. Выздоровели 1773 человека. Умерли 22 пациента. В инфекционных стационарах города находятся свыше 4000 человек. Состояние 900 пациентов оценивается врачами как тяжелое. В отделении реанимации интенсивной терапии находятся 245 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 22 больных. Ну а теперь о плюсах массовой вакцинации. Жители Израиля отныне могут не носить защитные маски на улице. Такое решение объясняется значительным снижением числа заболевших. Если в январе в республике ежедневно фиксировалось по 10 тысяч случаев заражения, то сегодня этот показатель снизился до 200. В школах возобновились учные занятия. Однако в помещениях ношение масок остается обязательным. Израиль на сегодня мировой лидер по вакцинации населения. Иммунизированы свыше 70% жителей страны. А вот в Германии проходят траурные мероприятия в память о жертвах пандемии коронавируса. Последние три дня в стране по вечерам зажигают свечи, в церквях проходят богослужения. В столичном доме концертов состоялась встреча родственников умерших с президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель. В Германии от последствий COVID-19 скончались около 80 тысяч человек. На сегодня в мире число заболевших коронавирусом достигло более 142 миллионов в лидерах антирейтинга США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Уважаемые телезрители, напоминаем, что по всей стране действует карантин. Алматы находится в красной зоне под темпом распространения коронавируса. Убедительно просим вас соблюдать масочный режим социального дистанцирования и воздержитесь от посещения мест массового скопления людей. Еще больше новостей ищите на сайте алматы.тв и ютуб-канале Алматы ТВ Ньюс. Это итоговые новости. Не переключайтесь. Строительный парадокс. Почему столичные дольщики, ждавшие годами, теперь не торопятся получать ключи от квартир? Даже не знаю, какое описание, наверное, в ужасном состоянии находится. Заокеанский ваяж в Аргентину завершился для женской сборной Казахстана по теннису исторической победой. Как нашим спортсменкам удалось одолеть опытных соперниц? Вся эта атмосфера, конечно, это что-то такое незабываемое, необычное. Владельцы квартир в одном из долгостроев столицы опасаются, что сдачу их недвижимости вновь перенесут на более поздний срок. Останчане даже возмутились объявлением компании Елюарда Хроллес, которая доводит до ума проблемный объект о том, что дольщикам начали выдавать ключи. Мнение сторон выслушал наш столичный корреспондент. Ключи начали выдавать владельцам квартир в трех подъездах ЖК Айсанам Делюкс. Люди вложились в покупку квартир еще 8-9 лет назад. Затем объект заморозили. Его застройщика объявили в розыск. И возобновили здесь работы лишь в 2019-м. Завершение объекта, как и ряда других столичных долгостроев, курирует Елюарда Хроллес Компаниаса. На днях здесь начали выдавать ключи для чистовой отделки квартир. Однако далеко не все оказались рады этой новости. Даже не знаю, какое описание. Наверное, на ужасном состоянии находится обвал. Там залито все водой. На стенах в квартирах до сих пор еще стекловата. То есть даже еще чернового состояния нет. Ключи надо выдавать уже, когда есть вода, есть входные группы. В подъезда входить еще нельзя, потому что подъезды не закрыты. Дольщики опубликовали в Фейсбук видео якобы еще сырого объекта. И заявили, что выдавать ключи рано. В Елюарда Хроллес, между тем, заявили, что на роликах показан не тот подъезд, в котором выдаются ключи. А обеспечить постоянное энерго- и водоснабжение обещают уже до конца текущей недели. На встречу с корреспондентами также пригласили членов второго ЖСК. Часть которых, а это около 40 человек, получили ключи. Это все недостоверная информация о том, что нет света и воды. Квартиры готовы, в хорошем качестве. Все, кто получил ключи, довольны. Тем временем, другие дольщики этого ЖК, а их подавляющее большинство, не торопятся принимать квартиры. Люди опасаются, что получив ключи, все недоделки подрядчиков им придется устранять самим. Также они сомневаются по поводу срока сдачи долгостроя. Ведь его уже не раз переносили. У меня опасения есть, что 30 июня тоже мы ничего не получим. Если даже получим, то я думаю, где-то октябрь-ноябрь в лучшем случае. То есть перенос срока опять будет. А то, что ИКК нам предлагает получить вот так вот недостроенную в блоках квартиры и быть довольными, мы на это не согласны. Однако в Елюрдах-Рулыз заверили, что сдадут объект вовремя, в июле, с учетом благоустройства прилегающей территории. Объект будет сдан целое время. Одно же заявляет о том, что не хотят получать ключи. Это их право, то есть здесь непринудительно кого-то заставить сделать ремонт. Они могут получить ключи после завершения строительства объекта. После возобновления строительства срок сдачи этого объекта уже переносили дважды – в июне и ноябре 2020 года. Нурзат Карим, Даниэр Омар, Нурлан Отеген, Ирина Тутеев, телеканал Алматы, Нурсултан. В Караганде полицейские задержали членов транснационально организованной преступной группировки. Она занималась производством избыток наркотиков, которые поставляли под видом автомобильных масел, запчастей, алкогольных напитков и бытовых предметов. Как сообщили в МВД, в результате длительной разработки были обнаружены и пойманы более 10 человек, причастных к созданию пяти нарколабораторий на территории Казахстана. Установлено, что организаторы ОПГ находятся за границей. Они руководили действиями своих сообщников с помощью мессенджеров. Помимо нашей страны аналогичные пролаборатории, развернутые в других государствах СНГ и дальнего зарубежья. Общее количество изъятов в сухом и жидком в виде синтетических наркотиков у участников транснационально организованной группы составило более 70 килограмм готового вещества и более 3,5 тонн прекурсона. В Алматы рассматривают вопрос о выдаче разрешения водителям инватакси двигаться по автобусной пласе. Из-за высокой загруженности автодорог в часы пик в мегаполисе передвижение людей с особыми потребностями затруднено и занимает продолжительное время, что сказывается на их физическом состоянии. Каждый выезд инвалидов это большое для них испытание. Это и проблемы с вестибулярным аппаратом, это и проблемы с мочеполовой системой, как правило. Ну и хочется сделать их жизнь чуточку легче и наш город чуточку добрее. В мегаполисе насчитывается более 5,5 тысяч инвалидов первой группы. Из них почти полторы тысячи человек активно пользуются услугами инватакси. Но на всех таксомоторов не хватает. В городе всего 39 машин, предоставляющих данный сервис. Инватакси предусмотрено вообще для лиц инвалидности первой группы, которые плохо передвигаются, которые самостоятельно не могут. Из них есть работающие, обучающие, также дети, которые ежедневно посещают по графику центры, реабилитационные центры или обучающие каких-либо центров. Вот для них и предусмотрена эта именно перевозка инватакси. Женская сборная Казахстана по большому теннису победила соперницей из Аргентины на кубке Билли Джин Кинг. Таким образом, наши спортсменки впервые выиграли на выезде в раунде плей-офф, обеспечив себе не только прописку в мировой группе, но и получив право сыграть в заключительной квалификации к финалу, который пройдет в 2022 году. Денис Земцов следил за перипетиями на аргентинских кортах. После ничьи 1-1 в первый день первенства на второй день утреннюю сессию открывали Елена Рыбакина и Надя Подороско. Судьба первого сета решилась в 10-м гейме, когда Елена взяла подачу соперницы. 6-4. По второй партии первая ракетка Казахстана добила оппонентку. Вновь на табло 6-4 и наши спортсменки повели в противостоянии с игроками Аргентины 2-1. К слову, для Елены это дебют в составе сборной. Конечно, ты чувствуешь всю эту атмосферу, накал эмоций, особенно в конце, когда сейчас мне было сложно настроиться тоже и уже дожать матч до конца. Потому что ей уже особенно терять было нечего, мне надо было настраиваться еще больше. Но вот вся эта атмосфера, конечно, это что-то такое незабываемое, необычное. И чувствовалось, и ответственность, конечно же, больше. Следом на корт вышла Юлия Путинцева. Но уверенно ведя свой матч к победе, 30-я ракетка мира не смогла доиграть встречу с Марией Лурдес-Карле из-за внезапно возникших мышечных спазмов. В итоге встреча закончилась с технической победой Аргентинки, сравняв счет 2-2. Последний и решающий этап – парный разряд. За нашу команду заявлены Анна Данилина и играющий капитан Ярослава Шведова. Наши в первом сете разгромили Аргентинок, не отдав им ни одного гейма 6-0. Опытная Шведова мощно начинала атаки с задней линии, а Данилина, которая безупречно играет у сетки, умело их завершала. В итоге второй сет и 7-5 в пользу казахстанок. Надеялись, конечно же, на победу 3-1, но у нас все-таки все хорошо получилось. У меня удалось успокоиться, потому что я очень тоже нервничала на матче с девчонками. И мне удалось накопить свою энергию и спокойствие. И плюс Аня очень хорошо заряжала меня и поддерживала в течение матча. И мы взаимозаменяли друг друга. Дальше прошли также сборные Украины, Польши, Нидерландов, Румынии, Великобритании, Канады и Латвии. Теперь эти 7 команд-победительниц вместе с Казахстаном вышли в решающий раунд квалификации, который пройдет в феврале 2022 года. Денис Зимцов, телеканал Алматы, Аргентина. В завершении выпуска напоминаем, что Алматы все еще находится в красной зоне под темпом распространения COVID-19. Соблюдайте все санитарные требования, носите маски и придерживайтесь социальной дистанции. Не проводите массовые семейные торжественные мероприятия. В случае возникновения симптомов коронавируса сразу же звоните в скорую. Вместе мы победим коронавирус Алматы с вами. Еще больше новостей на сайте алматы.тв и ютуб-канале Алматы ТВ Ньюс. Сразу после новостей смотрите программу Баста Назарда. Ее участники поговорят на тему изменения облика Алматы в ближайшем будущем. Следом не пропустите примеру сериала Айнур Дэн Армана. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!